ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодняшним утром в Актюбинском доме престарелых царил ажиотаж. В честь Дня пожилых людей для постояльцев учреждения прошел концерт, который никого не оставил равнодушным. Свою лепту в торжество внесли сотрудники медицинского колледжа. Студенты фармацевтического отделения готовят разные фиточи. В основном объясняют, как их нужно принимать, дают им витамины обязательно, и грудные сборы, иммунные чаи. Студенты-массажисты делают массажи. Студенты отделения стоматологии уже на протяжении многих лет устанавливают протезы зубные. Студенты сейсредского отделения измеряют артериальную гипертензию, сатурацию, объясняют правила здорового образа жизни. 68-летний Адельбек Таймуканов живет в доме престарелых пятый год. Всю свою взрослую жизнь дедушка проработал машинистом и слесарем в железнодорожном депо и на ферросплавном заводе. Пятый год живу здесь, обслуживает нормально, лекарства дают, питание нормальное. Ну, все работает нормально. Администрация работает нормально. Ваши родственники, близкие навещают вас? У меня родственника нету здесь. У меня брат один иногда приходит и все. А сын живет в Москве. Я в Москве служил, там у меня сын живет. В столице СССР. Как вы относитесь к такого рода концертам? Приятно ли вам? Концерты приводят на праздник. Без праздника приезжают концерты. До COVID-19 часа приезжают. Потом COVID начался перестать. Сейчас COVID кончился, приезжают концерты. Желаем всем нашим, чтобы мы никто не болели, администрация нормального, чтобы все были живы-здоровы. И главное, чтобы был мир. Будущее за молодыми. Однако возможным его построить стало только благодаря деяниям предков. Хоть пожилые люди уже не так вовлечены в городскую жизнь, тот вклад, который они внесли в процветание общества, когда сами были молодыми, забывать современники права не имеют. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов. Программа «Факт». Влад Рогушев, Юрий Шаповалов.